всех приветствую друзья сегодня у нас пришло две посылочки но вскроем мы только одну вернее вот эту вот посылку посылочках у нас находится елм bluetooth и елм на usb шнурки ну об этом приборчики мы поговорим позднее пускаем ждет своей очереди вскроем вот это вот посылочку сегодня елм посмотрим что нам пришло приходит в таком пакете с программным обеспечением так разорвать очень сложно так в комплекте у нас диск диск надеюсь целый хотя тут в принципе особо ничего и нет и сам приборчик елм вот так он выглядит у нас obd2 значит что я хочу сегодня показать пользуюсь я уже давно вот таким приборчиком тоже елм 327 но есть такой фокус что здесь у нас версия 2 и 1 а в этом версии 1 и 5 вот нашел и программку для диагностики здоровья вариатора жадка который установлен в рынок аптюрда его во множество еще автомобилей его ставят вот и такая вот программка называется cvt z50 по моему в play маркете вы можете найти есть две версии значит одна версия у нас бесплатная то есть там все урезано и вторая версия то стоит доллар 98 моноплатная стоит копейки я ее купил и вот хочу вместе с вами сделать коротенькое видео потому как это вот штука работает и что мы можем наблюдать так сказать диагностировать по поводу нашего вариатора то есть можно наблюдать я знаю температуру температуру там двину там множество настроек в эти все настройки я лезть не буду конечно вы хотели бы чтобы там все было подробно вот я еще и сам толком не знаю какие должны быть показания данном автомобиле потом потому что многие говорят что программа разработала разрабатывалась верней для мурана по моему что-то в этом роде для другого автомобиля но она отлично читает наши коробочки наши вариаторы вот и мы с вами сейчас попробуем это все сделать да друзья хочу вам посоветовать порекомендовать у меня есть два отличных канала по автодиагностике где-то ссылочки будут на один канал здесь на 2 где-нибудь здесь это канал сам себе гуру и лдвс диагностик по моему так это называется канал извините если неправильно по памяти очень трудно все эти каналы вспоминать ну по моему так вот найдете вы очень много полезной информации по автодиагностике на этих двух каналах так ну что сейчас я подключаю наш приборчик и включу уже запись на телефоне где-нибудь там прокатимся полминутки посмотрим как у нас все что это дело работает поехали вот так он загорелся у нас сейчас поедем так друзья вот наша программка cvt z 50 вот я покажу вам есть у меня еще и бесплатная версия вот она вот мы откроем с вами платную версию вот что мы можем наблюдать давайте сразу заведу машину так завели машину у нас есть мониторинг работы вариатора ошибки вариатора ошибки двигателя информация вариаторе счетчик строения масла то есть очень много полезной информации уровень торможения двигателем обороты и так далее и тому подобное то есть очень очень полезная программка ну давайте мы за не зайдем сразу так звук нам не нужен мы зайдем сразу в мониторинг работы вариатора и Вот он что считает Мы, друзья, с вами видим Что у нас двигатель 42 градуса По Цельсию Нет, вариатор 42 43 градуса вариатор То есть теплый показано И двигатель у нас 88 градусов То есть множество, множество, множество Разных показателей Все просто Изумительно Я, допустим, очень доволен, что я в любой момент времени Могу посмотреть, как и что У нас это работает Давайте буквально полминутки я прокачусь куда-нибудь И мы посмотрим за изменением Температуры вариатора Ну и двигателя, соответственно Вот у нас 672 оборота в минуту двигатель 0 км в час, так как мы стоим Ну что, поехали посмотрим Как у нас это все дело работает Вот так вот Вот так вот Вот так вот А, шуток. Так, друзья, хочу заметить, что показания на нашем техническом приборе запаздывают немножко, буквально на несколько секунд, то есть сейчас у нас скорость 55, а показывает 51. Не знаю, откуда берется эта скорость, но вот как-то так. Вот, как мы можем наблюдать, наш вариаторчик немножко подогревается в движении. Двигатель теплый, так как я недавно приехал, сейчас вот обратно поехал кататься и снимать этот видос. Вот, обращайте внимание, что очень много всяких показаний, то есть программа очень-очень полезная и достойная на жизнь. Скорость у нас 80, вот показывает 75, откуда он берет скорость, непонятно. Я думаю, друзья, этого достаточно, в принципе, уже можно и разворачиваться. Приедем мы домой еще и посмотрим, что у нас. вот уже 50 градусов наш вариатор. Вот я остановился, а скорость у нас 5 километров. Почему такое запаздывание? В принципе, сколько я не смотрел этих видосов и описаний, то есть во всех, все одно и то же. Вот скорость 20, у нас только 2. Скорость 30, у нас 2. 37, 39, почему такое запаздывание, не понимаю. 50 километров в час, сейчас мы едем. Вот 47, вот 50, у нас 57. Ну, это, в принципе, как бы не важно, но нам основное было проверить температурные характеристики. Это не рам, а мне было интересно. Вот, мы увидели, что двигатель, температура у нас загорелась окей, 50 градусов, коробочка тоже загорелась окей. Если не дай бог, какие-то будут перегревы, то есть у нас наша диагностика, наша ELM-ка нам покажет эти перегревы. Так что, друзья, я очень всем советую и рекомендую и эту маленькую приблуду под названием ELM-327. Но будьте внимательны, покупайте только версия полтора. Да, как вы сами видели, у меня версия 2.1 была, и программка на этой версии пишет, что неправильная версия диагностического прибора. Что-то как-то так она писала. А прикупил версию. Кстати, перед покупкой я обратился к продавцу, точно ли он уверен, что там версия полтора, он не подтвердил. Ну, плюс у меня пишут, что была какая-то информация для спора, если бы оказалась версия 2.1. Держите дистанцию. Держим дистанцию. Это мой регистратор MR650, Морубокс, поговорит, любит. Итак, друзья, ну вот мы с вами прокатились немножко, вы сами все видели. Ну, конечно, не все я показал, чтобы не затягивать видео. Там видео получится, наверное, на час, если начнешь там все по пунктикам разлаживать. А так, в принципе, отличная программа, всем рекомендую. Опять же, напоминаю, вы можете найти ее на Play Market. ЦВТЗ-50 называется программка. Еще раз напоминаю, два канала по автодиагностике, очень отличные каналы, очень подробно, все четко, люди рассказывают, показывают и объясняют. Это сам себе Гуру и ЛДВС-диагностик. Ссылочки на эти два канала будут внизу в описании под видео. Ну, и также я дам ссылочку вам на, не на такой, на версию полтора, на ELM-327. На этом, друзья, будем с вами закругляться. Всем спасибо за просмотр. Если я вам был полезен, ставим пальцы кверху. Не забываем подписаться на канал. Вам это ничего не стоит, а нам, блогерам, будет приятно. На этом всем спасибо и всем пока.